Школьная столовая сегодня не просто место для приема ежи. Тут и об первых витаминной продукции поведомить и научить детей правильно харчеваться. Некоторые кажут, потом реализуются отременные веды дома. До школьных столовых зараз у Воголя повышенная увага, и не только сбоку наставников. Частая гости тут – специалисты-эпидемиологи. Правда, порушения у приготовленной ежи в опошный час практически не выявляются. Разнообразная, полноценная, сбалансированная. Проводится цель витаминизации готовых блюд. Вот на эти все вопросы мы при проведении проверок обращаем внимание. И мы можем сказать с полной уверенностью, что питание соответствует всем требованиям. Почас работа Совета по харчеванию в центральном районе Гумеля, питание якось школьных страв уздамается знов. У тым сенси, як у рамках продоведженого финансовання, прагадаваць бачь смажна и корыстна. До речи некоторые батьки кажуть, что их дети часто приносят назад бутерброды, яке им дают дома, хапая и того, что пропонуют у школьных столовых, как и без неких особливых деликатесов. Щупак с маслинами, грибами и лимоном. У воглю убачить такую страву можно только на выставе, как накормить всю школу, необходимо як минимум 100 таких рибин, а как их почистить, не хопить и целого працонного дня. Московская тенденция, кали школьные столовые называют ресторанами и оформляют то русским, то бразильским стыле, до Гумеля яща не дошла. Тут у вогли не лечить гэта самамэтай. Инча справа, что повышать прессийный уздровень работников, в областным центре мкнуться постоянно, у совести с чем проводить майстер-классы. Только в этом году с початку новогодние стравы рахтовать в училися, потом авесили бульбянный бум, те первось восинские шедевры продемонстровали. Такая практика, да и становшие выники, урежьте, кали справа, прагатаванная саправданными профессионалами. Гэта школьному имиджу только на корысть. Здесь предусматривается показать свое мастерство, чему научился повар за период работы в дошкольном учреждении и в школах и гимназиях. В школах и гимназиях более расширенное питание, а в дошкольных учреждениях оно предусматривает щадящее питание, диетическое питание, где обработка блюд производится только на пару.